В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Эвакуация в атоме. В торговом центре прошли учения. Новый облик старого парка. Чиновники и бизнесмены обсуждают благоустройство парка Зернова. Неограниченные возможности. В Сарове стартовало первенство России по бадминтону «Спорт глухих». Далее расскажем обо всем подробно. Возможность безналичной оплаты проезда, установленная система ГЛОНАСС, наличие кондиционера и электронного информационного табло в салоне и прочее. Такие критерии прописаны в шкале оценки перевозчиков. 30 апреля заканчиваются договоры о организации, которые сегодня обслуживают маршруты номер 49 и 52. В связи с этим будет проведен конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Специально для него и разрабатывается шкала критериев, которые депутаты обсудили на очередном заседании Думского комитета. За соответствие тому или иному пункту перевозчику, заявившемуся на конкурс, будут начисляться баллы. Набравший большее количество баллов и получит право осуществлять перевозки по маршруту в ближайшие пять лет. Разыгрываются те же 49 и 52, только называться они будут 20 и 21. 20 это будет фактически 52, в нем добавляется только маршрут движения через улицу Березовая, Раменская, Курчатова. Это будет 20 маршрут, и 21 маршрут это 49, который лето и зима будет один маршрут, который будет ходить фактически по летнему варианту. То есть он будет ходить от остановки Балыкова и зимой, и летом. Пожарная сигнализация звучала в пятницу утром в ТЦАТОМ. Руководство центра по своей инициативе провело внеплановую проверку работы систем пожарной безопасности и действий сотрудников в случае возгорания. Оповещение сработало в 9.45 утра. Через несколько минут все работники торгового центра и его посетители были уже на улице. Здание нестроенными рядами покинули через центральный и эвакуационный выходы. За отработкой действий персонала центра наблюдали приглашенные сотрудники МЧС, которые дали положительную оценку прошедшим учениям. Хочу сказать, что система предположенной защиты торгового центра АТОМ сработали на отлично. Люди и персонал были эвакуированы. Время эвакуации составило 2,5 минуты. Я считаю, что эта оценка отличная. Но были какие-то недочеты выявлены при эвакуации. Но мы сейчас соберемся все, проведем инструктаж, где-то что-то выявлено. На ошибках, как говорится, учится. К другим новостям. Новый председатель комитета по управлению муниципальным имуществом будет определен в ближайшее время. В понедельник действующий руководитель КУМИ Владимир Лутиков уходит на пенсию и на замещение вакантной должности будет объявлен конкурс. Свою кандидатуру на пост председателя комитета предложит и бизнес-сообщество. Подробности далее. Бизнесмены предложат свою кандидатуру на пост председателя КУМИ. Определять того, кто представит бизнес-сообщество на муниципальном конкурсе, будут путем голосования. С такой идеей к предпринимателям вышла администрация города месяц назад. На основании заявок был составлен реестр кандидатов в кандидаты на должность руководителя комитета. В него вошли четыре человека. Заместитель директора ООО «Саровинвест» Леонид Бородулин, заместитель директора ООО «Маквега» Дмитрий Лебедев, советник генерального директора ООО «Уютный город» по правовым вопросам Алексей Волгин и заместитель директора по финансам МРЦ «Волга» Людмила Тырсина. Каждый из соискателей подготовил самопрезентацию, в ходе которой представил себя и свое видение развития КУМИ, дальнейшей деятельности комитета, механизма взаимодействия КУМИ и предпринимателей. Поскольку я сам работал в органах власти и в бизнесе, то посчитал, что интересным вообще это делом, и думаю, что надо попробовать поучаствовать. Вдруг вы мне доверите, и администрация доверит, и получится вот это вот все дело завершить и поработать на благо так и города, и каждого участника этого процесса в отдельности. Для того, чтобы улучшить, уменьшить нагрузку для предпринимателей, все-таки для начала нужно будет провести мониторинг. Вообще, как у нас идет распределение арендных платежей по городу, в зависимости от расположения объектов, их посещаемости. Ну и поднять вопрос о пересмотре платежей можно будет только в результате все-таки корректировки бюджета или же корректировки каких-то нормативов по арендным платежам. Я участвую в этом проекте как чисто профессионально, как профессионал, как участие в этом интересном проекте. Ну, во-первых, мне не безразлична судьба города. Здесь по-прежнему мои друзья, здесь по-прежнему мои близкие, и поэтому для себя я вижу, работая в КУМИ, это в первую очередь улучшение качества жизни сравчан. Сегодня КУМИ, в общем-то, фактически с момента его создания в 1993 году принципы и стиль работы не менялся до сегодняшнего дня. Сегодня у нас 2018 год, и в этом виде оно оставаться в принципе не может. Время диктует новые формы, новые принципы управления. Хотелось бы напомнить, что еще в 2016 году президент Российской Федерации пришел разработать программу «Цифровая экономика». На муниципальном уровне стратегической задачей является создание цифрового муниципалитета, это всем известно, и создание умного города. Есть уже выработанное направление, вектор развития, и понятно, куда нужно двигаться. Присутствующие внимательно выслушали соискателей и задали им свои вопросы. С чего бы вы начали, если вдруг здравствует стать начальником? Первое. Создание единой информационной базы муниципальной собственности. Обеспечение прозрачности деятельности КУМИ. Провести полную ревизию имущественных отношений. Включить деловой оборот 100% муниципальной собственности. Увеличить муниципальный жилой фонд. Повысить скорость работы в обращении с гражданами. Обеспечить развитие всех форм муниципально-частного партнерства. Совершенствовать земельных отношений. На основании полученной информации предпринимателям предстоит сделать выбор. Дата голосования будет определена позже. Результаты оценки программ будут учтены при рассмотрении кандидатур на пост председателя КУМИ. При этом заявиться на участие в конкурсе на замещение вакантной должности могут не только лидеры голосования, но и все желающие. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, вырастут на 3%. После пересчета средний размер социальной пенсии составит 9 062 рубля. Индексация затронет почти 4 миллиона человек и обойдется правительству в 10 миллиардов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 апреля поднимутся ставки по утилизационному сбору на автомобиле. Соответствующее постановление подписали в правительстве. Утилизационный сборный автомобиль с объемом двигателя до 1 литра вырастет до 33 тысяч рублей. С моторами объемом от 1 до 2 литров до 84 тысяч рублей. На машины с двигателем объемом 3 литра и выше ставки не изменятся. На выходных в Нижегородскую область придет долгожданное потепление. По словам синоптиков, уже с субботы в регионе становится плюсовая температура. После ночных заморозков днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. В воскресенье 1 апреля столовые термометры поднимутся еще на несколько делений. А к следующей пятнице метеорологи и вовсе предсказывают до 9 градусов тепла. В Арзамасе подвели итоги открытого турнира по художественной гимнастике «Наши надежды». В честь нашего города защищали юные спортсменки спортивной школы «Икар». Воспитанницы тренеров Екатерины Колгановой и Елены Пугачевой завоевали сразу 5 призовых мест. Центральный парк как главное место отдыха саровчан. Такой цели хотят достигнуть власти города, поэтому планируют не ограничивать работы по благоустройству парка имени Зернова программой формирования комфортной городской среды. Чиновники решили привлечь к разработке дизайн-проекта парка «Бизнес-сообщество» и общими усилиями превратить это место в настоящий центр притяжения. Веревочный городок, зона для фитнеса, площадка для пляжного волейбола, лодочная станция и еще много других мест отдыха горожан предполагает дизайн-проект благоустройства парка имени Зернова, который будет заявлен на всероссийский конкурс. Одно из требований организаторов – высокая экономическая эффективность объекта. Для того, чтобы обсудить возможные направления развития инфраструктуры парка, за круглым столом собрались представители администрации и предприниматели нашего города. Дизайн-проект предполагает расширение границ парка за счет прибрежной зоны реки Сатис, поэтому нишу для развития бизнесмены увидели сразу. Наша идея какая? Вот это совершенно хорошая идея, нормально. Только давайте здесь сделаем действительно несколько ресторанов или кафе, которые здесь расположатся вот такими местами. Предложение о создании точек общепитов в парке отдыха сразу столкнулось с несколькими проблемами. Во-первых, строить капитальное, то есть на фундаменте здесь нельзя – это водоохранная зона. Во-вторых, по мнению предпринимателей, в представленном дизайн-проекте не отражена зимняя жизнь парка, поэтому посещаемость снизится в разы, а это повлечет убытки. А зимой что здесь, чем будем привлекать этот раз? Во-вторых, все правильно, аренда земли, которую вы там отдадите, все такое, она тоже будет круглогодична. Ну, а зимой что мне здесь делать? Если это будет в рамках развития городских территорий, то тогда надо предусматривать проект муниципального частного партнерства, когда предприниматели, замену то, что он получает землю, делают какую-то инфраструктуру, которая здесь остается. Заявки и предложения по развитию инфраструктуры парка культуры отдыха имени Зернова от предпринимателей принимаются в администрации до 4 апреля. Очередная встреча и обсуждение поступивших заявок состоится в Центре поддержки предпринимательства 4 апреля в 14.00. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Александр Мальков, Служба новостей, САРУ-24. Все о работе Центра ЖКХ пытались выяснить горожане, собравшиеся на очередное занятие школы ответственного собственника. Каждый раз на этих встречах поднимаются вопросы, связанные с содержанием общедомового имущества и с организацией максимально комфортных условий жизни в многоквартирных домах. И каждый раз собственникам есть, что предъявить управляющим компаниям. Самые жаркие дебаты между муниципальной управляющей компанией и собственниками жилья разгорелись по вопросу отчетных документах о проделанных работах. По мнению собственников, эта документация ведется неудовлетворительно. И проследить, на какие работы и в каком объеме ушли средства жильцов, невозможно. Представители Центра ЖКХ, в свою очередь, с такой позицией не согласны. У нас на сегодняшний день акт выполненных работ – это единственная форма, которая утверждена законодательным порядком. То есть эта форма никем не придумана. Промежуточные акты, возможно, какие-то, вот вы говорите, что они не в финансовом исполнении, там не проставлена сумма. А это формы утвержденные. Но такой ответ не удовлетворил собственников. По словам представителей многоквартирных домов, на работы, проведенной в начале года, в конце года невозможно найти документы. Их просто не существует. Просто с актами непорядок. Пожалуйста, наведите в порядок. Должен быть по каждой работе акт, пусть он будет небольшой, но там должна быть конкретная работа написана. Сумма должна быть, денег, сколько это стоит, и два экземпляра. Валентина Бусарова пообещала собравшимся разобраться в данном вопросе и пригласила всех желающих приходить к ней на прием в рабочее время для оперативного решения накопившихся вопросов. И судя по их количеству, народная тропа к ее кабинету точно не зарастет травой. Кирилл Васильев, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Воля к победе и стремление к высоким результатам. В нашем городе прошло торжественное открытие первенства России по бадминтону среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт глухих». Юные спортсмены со всей страны будут бороться за путевку на чемпионат Европы. Первенство России по бадминтону среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в Сарове уже третий раз. И с каждым годом география участников все расширяется. Мы очень рады, что организаторы нам доверяют проведение данных соревнований. Значит, их устраивает та база, которая есть в городе. Ну и это тоже, в свою очередь, стимулирует нас для развития данного вида спорта у нас в городе. Ну и надеемся, что результат наших воспитанников тоже будет расти. На первенстве каждый спортсмен старается принести своей команде как можно больше очков и выше подняться в турнирные таблицы. Но не только спортивные достижения стоят во главе мотивации. Для многих бадминтон – это возможность расширить свои горизонты. Именно спорт для этих ребят – это одна из тех сред, где они смогут себя реализовать как личности, то есть социализироваться в обществе, добиться каких-то высоких результатов и занять свою нишу в этой жизни. В соревнованиях примут участие 48 спортсменов от 12 до 18 лет из 7 регионов России. Спортсменам предстоит разыграть награды в одиночных, парных и смешанных парных разрядах. Победители соревнований отправятся на чемпионат Европы, который пройдет в Словакии уже в этом году. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Росатом сделал еще один шаг в новую эру атомной энергетики, получив разрешение от Ростехнадзора на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. Этот блок поколения 3+, оснащен реактором ВВР-1200 и многоэшелонированной защитой, включающей в себя активные и пассивные системы безопасности. Его устойчивость к внешним и внутренним воздействиям, возросшая на 20% мощности и увеличенной с 30 до 60 лет срок службы незаменяемого оборудования, впечатлили членов Комитета Государственной Думы по энергетике, которые прибыли на Ленинградскую атомную станцию с рабочим визитом. Атомная энергетика доказала, что именно она находится на передних рубежах научно-технического прогресса. И мы видим, как с каждым годом совершенствуются и реакторы, и вся технология атомного производства. Начало опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 знаменует начало смены всего поколения атомной генерации в России. Блоки с реакторами ВВР-1200 должны заменить выработавшие свой срок службы блоки с реакторами РБМК. Данный процесс рождает множество вопросов правового характера, и именно их обсуждению и была посвящена рабочая встреча депутатов Госдумы и представителей Росатома. Для нас уникальная возможность рассказать, что нам нужно, какие у нас проблемы. Надеюсь, что мы нашли понимание, и соответствующие поправки со временем будут законодательству принесены. Мы создаем условия для того, чтобы атомная отость увеличила свой вклад в экономику и в развитие страны и была конкурентоспособной на международном атомном рынке. Именно энергоблоки поколения 3+, являются основным экспортным продуктом госкорпорации Росатом. Финляндия, Венгрия, Египет, Турция и ряд других стран мира уже подписали контракты на сооружение атомных станций с блоками этого типа. И этот выбор делает Росатом лидером мирового рынка атомных технологий и услуг. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.